Это агитация и пропаганда. Нас не интересуют голые факты, нас интересуют причины и следствия. Правда всегда одна. Здравствуйте. После новогодних волнений в Казахстане, после молниеносного ввода и вывода войск ОДКБ Входит и выходит У всех остался один единственный вопрос Итак, 20 тысяч террористов, напавшие на Алматы как гиены по майданным технологиям Но испарившиеся при первом упоминании прибытии 4 тысяч миротворцев Забравшие при отступлении из морга в свои тела Запад, поддержавший действия власти, которая так и не обвинила Запад в поддержке террористов Вообще практически полные единодушия мировых столиц по отношению к происходящему от Вашингтона до Кабула Нетронутые офисы корпорации, отсутствие сколько-нибудь подробных свидетельств Боевых действий в связи с тотальной блокировкой связи Никто ничего не видел Сгоревшие административные здания, сгоревшие машины Гробовое молчание отца нации Назарбаева При этом аресты, аресты, аресты В том числе тех, кто только что сам отвечал за аресты Что это было? Что происходит вообще? Впрочем, мы-то, мы-то хорошо помним, кого необходимо винить в любой непонятной ситуации Я неоднократно говорил, еще раз сейчас повторю Виноваты большевики Во всем виноваты большевики Если бы Сталин не создал в 36-м году Казахскую Советскую Социалистическую Республику То никакого Казахстана ведь не было бы А была бы Киргизская Республика в составе РСФСР А то и Киргизский край, а то и вообще Туркестанское генерал-губернаторство Выходит, Сталин уже безо всякого Ленина заложил бомбу Выдумал из воздуха, по аналогии с украинцами, казахов Раньше-то казахов не существовало Если бы не большевики, быть бы Казахстану поголовно русским и православным В составе могучей царской империи Не было бы тогда ни олигархов, ни народных волнений Ни межнациональных конфликтов, ни шахт, ни заводов Ни поднятой целины, ни месторождения и космодромов Ни подорожавшего газа и низких зарплат Некуда и незачем было бы посылать войска Казахстана просто не существовало Северный Казахстан вообще не был заселен Но казахи существовали И так далее Они существовали, да, они существовали гораздо южнее И собственно территория Казахстана Это большой подарок со стороны России Человек у вас арендовал полдома Половина ему принадлежала А вторую половину у вас арендовал Потом он сказал, все, я как бы ухожу Ну говорите, ну понятно, хорошо Все, аренду отдай Мебель мою отдай и уходи Так? Нормально? Это же обычная позиция Или арендатор вашей квартиры Должен как бы теперь в ней Ею владеть с какой-то стати Вот в данном случае Казахстан арендовал У Советского Союза территорию В конкретном количестве Этой территории Случайным образом 100% своей территории Но это как бы уже детали процесса На эти высказывания Прозвучавшие в декабре В России обратили внимание немногие А в Казахстане Еще как обратили За эти дни в Казахстане Выступило огромное количество людей Политики, общественные деятели Эксперты, политологи Только вот Кремль пока молчит И после волну недовольства Причем оправданного Было уже не остановить Эксперты по политическим взаимоотношениям Не стеснялись высказываниях Выглядели они хоть и резкими Но вполне, как мне кажется, заслуженно Он показал, что он неуч Что он не понимает Не имеет никаких знаний Во всемирной истории И здесь даже поздравительная телеграмма По случаю Дня независимости Которую Путин направил Тукаеву Не смогла складить ситуацию В этом же декабрьском выпуске Бизнес новостей Пример правильного поведения Зарвавшимся русским политикам Дают американский посол Он поздравляет Казахстан на трех языках И президент Назарбаев Аккуратно напоминающий соседям Что большая часть российской территории И вообще-то исконная казахская земля Одним словом Фоном к январским беспорядкам Стало резкое нарастание Межнациональной дружбы Подогреваемая олигархическими кланами С обеих сторон Ведь и у казахских И у русских олигархов Тоже, всегда и во всем Виноваты большевики Большевики во главе со Сталином Наметили цель Полностью уничтожить деятелей Алаш Чтобы казахский народ Не добился духовной независимости Советский Союз Это не бесплатные квартиры Не поездка в Крым один раз в год Не бесплатное образование Это в первую очередь Репрессии Убийства Ограничения интеллектуального И творческого потенциала человека Контроль его мыслей Вот что такое Советский Союз Заряжай Целься Ты и возраст себе изменил Только вся эта история Шпионажем попахивает А? Ерсаинов Или как тебя там на самом деле? В глаза смотри Ты гнида тыловая Не смей со мной так разговаривать Понял? Я воевал Да я тебя сгною Я тебя под расстрельную статью подведу Ты враг народа Ты понял? Продюсер последнего фильма Алия Назарбаева Младшая дочь казахского президента Выпускница Ричмонского университета И университета Джорджа Вашингтона Соучредительница многих фондов Супруга главы местной транснефти КАС Трансойла За этот кинематографический шедевр Еще в 2016 Она получила госпремию В области литературы и искусства Во всем виноваты большевики Справедливости ради Большевики виноваты Не в первый раз В первый раз Большевики оказались виноваты В 1986 году Когда самому молодому в СССР Председателю республиканского совмина Назарбаева Было ровно столько же Сколько сегодня Навальному Его политическая звезда Только начинала восхождение Но на пути у нее оказались Коммунисты В лице первого секретаря ЦК Компартии Казахстана Дин Мухаммеда Кунаева В декабре 1986-го Попытка Центра назначить преемником Кунаева Не Назарбаева А приезжего русского Привела к первым массовым беспорядкам В позднесоветской истории И сегодня они известны Как желтоксан Декабрьское восстание Во время демонстрации Звучали речи лидеров-ораторов Громко звучала казахская музыка Собравшиеся скандировали Патриотические лозунги Однако массовое выступление Казахской молодежи Продолжавшиеся двое суток Было жестоко разогнано Силами внутренних войск ОМОНа и советской армии По воспоминаниям первого зампреда КГБ СССР Бабкова Выступления националистически настроенной молодежи Были на руку Нарождавшимся бюрократическим кланом Будущей буржуазией Которая во всех республиках, включая Россию Почуяла запах номенклатурной старости И острый аппетит к собственности А потом, заручившись поддержкой националистов Взяла курс на уничтожение СССР Ну а методы борьбы с протестующими Судя по всему, были использованы универсальные И сегодня хорошо знакомы Спецслужбам всего мира Сначала долго не вмешиваться И довести дело до погромов А потом, получив наглядный повод, жестоко подавить Вот посмотрите, как эту же технологию Сегодня применяют, например, за тысячи километров от Казахстана В Чили Подъехали водометы, карабинеры, то есть полиция И начали очень жестко подавлять этот протест И тогда весь город просто встал на уши И запылали первые баррикады На что правительство ответило Стрельбой по демонстрантам Стрельбой по глазам демонстрантов И были подожжены около 40 станций метро в Сантьяго Для того, чтобы обвинить демонстрантов Через несколько дней было доказано Что это были агенты полиции государства Которые поджигали станции метро Чтобы оправдать репрессии И комендантский час И после этого был введен комендантский час Впрочем, ни КГБ, ни Советскому Союзу Проверенная методика не помогла Желтоксан фактически расчистил Назарбаеву Дорогу к единоличной власти Парадоксальным образом он сохранит В глазах многих имидж человека До последнего сопротивлявшегося распаду СССР Я сейчас являюсь коммунистом И не собираюсь пока менять этого своего курса Почему я не должен опираться на реальную политическую силу Которая сегодня в нашей республике есть Это было бы неправильно Через две недели он выйдет из партии Да, уже после путча Да, Казахстан объявил независимость последним Но цель эта была поставлена с самого начала Протесты были подавлены А цель достигнута В 87-м году Кунаева выводили из политбюро на пленуме Из членов ЦК выводили Ему дали слово, что вы хотите сказать Он встал, говорит, вот, говорит, он, Назарбаев Виноват во всем, что в Казахстане сейчас случилось И вот колесо истории совершило полный оборот От всенародной популярности и любви От рейтингов 98% за 30 лет проделан путь До самых массовых в истории Казахстана митингов под лозунгами Старик, уходи Теперь вокруг самого Назарбаева подросли другие Назарбаевы Чьи цели, впрочем, ничуть не изменились Ты наелся, теперь мы хотим есть И причины точно такие же, как и в любой другой постсоветской республике У здешнего капитализма есть региональная специфика, но нет никаких радикальных отличий от капитализма российского, украинского, молдавского или грузинского Приватизация народной собственности, прикрываемая ура-патриотической риторикой Привела к появлению в Казахстане нескольких влиятельных кланов, контролирующих все отрасли экономики Это естественный для рынка процесс Монополизация В США она случилась давным-давно, а мы только начинаем Поскольку страна имеет стратегическое значение для мирового рынка урана, нефти, угля или металла На протяжении всех 30 лет семейные кланы управляют Казахстаном в жесткой координации с могущественными транснациональными корпорациями Одно из крупнейших на Каспии и шестое в мире месторождение Тенгиз Открытое советскими нефтяниками, выпускниками Губкинского института Дасмухамбетовым и Балгимбаевым Всего через полгода после провозглашения Казахстаном независимости В мае 92-го было отдано Назарбаевым американской корпорации «Шеврон Тексака» на 40 лет Все мировые компании хотели оказаться в казахстанском Тенгизе, но попали туда келен Не было бы крупнейшего международного контракта с американской компанией «Шеврон» Если бы на личном, личностном уровне, по многим позициям, его не подготовил и не контролировал устанавливающий Ему пришлось вести труднейшие переговоры с руководством тогда еще Советского Союза, Америки, Новой России И непосредственно с генеральным менеджментом самой компании «Шеврон» И через два часа после провозглашения И через два часа после провозглашения И через два часа после провозглашения Мы signed up for the agreement с компании «Шеврон» Мы signed up with Chevron А-ха, это очень хорошо Это очень хорошо Я действительно верю, что это будет отдача всех сторон Я уверен в этом Я уверен в этом Они очень хорошо Они делают, что говорят Они очень хорошие фирмы, они делают, что обещают До сих пор распределение долей в собственности корпорации «Тенгиз-Шевройл» остается самым правдивым и самым точным индикатором иностранного политического влияния в Казахстане. 75% у США «Шеврон Тексика» и «Эксон Мобил», 20% у государственной «Казмунайгаз», 5% у России «Лукойл». Оскорбивший казахский народ американский комик, тем не менее, точно показал, как все постсоветские государства воспринимаются сегодня на Западе. Нас воспринимают примерно так же, как конкистадоры воспринимали туземцев. С스러館 в США, до augmentation и сегодня позволяет нам отметить более безопасно. 4% у США, США и Академия, международное обярежение, 3% у США, 4% у США и 8% у США. 4% у США, 5% у США и 9% у США. 5%-сов, 18% у США, 1% у США и 5% у США. Вот у США и 5% у США, 6% у США, 3% у США и 1% у США, 3% у США и 9%. За 30 лет, что прошли с момента избрания Назарбаева первым президентом, советская власть построила в Казахстане 43 новых города. Города! А за 5 лет, с 81 года по 86, больше 400 промышленных предприятий. Да, кто-то скажет, что во времена Советского Союза выдавали бесплатные квартиры, машину, все было дешевле, трава зеленее. Но когда ты сидел в своей бесплатной квартире, читая западную литературу, которая была обрезанной, которая прошла несколько этапов цензуры, твоего соседа, который вдруг начал думать, а почему мной управляют, почему мне партия диктует, что делать, его забирают и расстреливают. А ты уж дома сидишь и читаешь новости, что Советский Союз лучше всех. Но если бы Советский Союз был реально лучше всех, то вам, господа коммунисты, не блокировали бы информацию. Вам было бы пофиг на американские джинсы, вы бы не пили колу, вы бы дальше продолжали пить свою газировку с автомата, с одним стаканом для всех, которым вы так сильно гордитесь. Да, ты не поверишь, но до прихода Ельциных и Назарбаевых Казахстан был мощным промышленным регионом. Машиностроение, химпром, металлургия, легкая промышленность. В статье «Экономика Казахской ССР» самое распространенное слово «бывшие». Россия разрушена не хуже, но найдите этот список сами и ужаснитесь. Сюжет стандартный, приватизировано, продано, обанкрочено, закрыто. Что было можно, разобрали по карманам олигархи в уцелевших цехах торговые центры. 50 лет назад в Алма-Ате не было ни одного промышленного предприятия. Сегодня в 80 странах мира хорошо знают продукцию казахстанских машиностроителей. А станки алма-Атинского завода тяжелого машиностроения покупают высокоразвитые капиталистические страны. Если взглянуть на структуру казахского экспорта, видно, что через 30 лет после изгнания проклятых коммунистов эта страна почти целиком зависящая от продажи сырья за границу. Нефть 56%, уран и радиоактивные элементы 4%, медь 4%, ферросплавы 3%, кроме того соль, пшеница, золото, серебро, цинк и прочие ископаемые. Начавшаяся в 2016 году очередная волна приватизации должна была оставить в государственной собственности лишь 15% экономики. Все остальное под контролем иностранцев и сотрудничающих с ними местных баев. Впрочем, самое главное полезное ископаемое – это народ Казахстана. Это рабочая сила, обслуживающая остатки советской промышленности. И вот эта-то рабочая сила внезапно встала на дыбы. Ни хуя сен! Эй! Бэля! Муна на кара! Эй, бля! Казахи месит дырма, эй! Ебан! Эй! Муна на кара! Муна на кара! Муна на кара! Е-мое! Справедливости ради – это не первые протесты. Несмотря на расстрел рабочей демонстрации в Жан-Азене в 2011-м, несмотря на постоянные похищения, избиения и суды над профсоюзными активистами Казахстана, вот календарь только за последние полгода. 13 июля в Жан-Азене объявили забастовку охранники нефтяных компаний. 19 июля протестовали сотрудники БАТЫ с геофизической службы. 27 июля – энергетики из Азен-энергосервиса. 29 июля – прошла забастовка в Каржанбасе. Еще раз обратите внимание, действия рабочих носят не хаотичный, а организованный характер. Поразительный пример даже для большой России. 2 августа работники Эмир Ойл, все та же Мангистауская область, требует повышения зарплаты. 24 августа – выступление работников Вест Ойл. 1 декабря – новая забастовка в Каржанбасе. 11 декабря после гибели горняков забастовали шахтеры, принадлежащие иностранцам Арселор Миттл Тимиртау. Главное требование бастующих – повысить заработные платы на 100%. В настоящее время зарплаты рабочих Куатамлон Мунай составляют в среднем 140-150 тысяч тенге. Так что вы сами видите, насколько внезапными и непредсказуемыми стали протесты 4 января. С бухты барахты. У всех этих протестов есть одна особенность. Поначалу они происходили в основном там, где добывается нефть и газ, то есть на удаленном западе страны. По большому счету Казахстан – громадная степная территория, по которой теперь осталось лишь несколько очагов промышленного производства и несколько крупных городов. Торговые оазисы вроде Алматы – примерно как Москва сегодня. Это территория, где прибавочная стоимость не создается, а тратится. Там сытно. А на требования рабочих у черта на куличиках оттуда можно сколько угодно не обращать внимания. Еще одна местная особенность. Если в России работники отдаленных сырьевых предприятий и, как правило, государственных предприятий – это привилегированное сословие, получающее в основном относительно высокую, по сравнению с другими отраслями, зарплату, то в Казахстане, даже в нефтегазе, рабочие зарабатывают крайне мало. Вот по нашей отрасли возьмем. Вот, допустим, у нас в Казахстане три нефтеперерабатывающие завода. И мы являемся поставщиками для всего Казахстана, для всего, значит, иностранного капитала, который сегодня пришел на рынок нефтедобычи и так далее, транспортировки. Ведь они же, где кадры берут? Вся нефтехимия, которые... Они берут наши кадры. Ну, к сожалению, вот... К сожалению, каждый год мы встаем на капитальный ремонт. Да, к сожалению, к сожалению. Нет, давайте я продолжу. К сожалению, вот, значит, в оплате труда, конечно, здесь идет огромный дисбаланс. От 200 тысяч тенге получают отдельные и получают отдельные нефтяники, ну, вот, с западным участием, естественно, до 3,5 миллионов. Вы про иностранцев сейчас говорите? Про иностранцев и казахстанцев. Я тут не могу не разделить ваши опасения. Приватизация полностью развязала руки зарубежному инвестору. И действует этот самый инвестор примерно так же, как в Перу, в Намибии или на Филиппинах. Не нравится? Завезут дешевую рабсилу из Турции или с Ближнего Востока. А потом такие привычные погромы между местными и приезжими. Понаехали! Поводом для забастовки и последовавших затем беспорядков стала эта фотография, опубликованная накануне в социальных сетях. На ней один из работающих на тенге из иностранцев, парень арабской национальности, делает оскорбительный жест в сторону казашки. Сотни возмущенных нефтяников, бросив работу, вышли на забастовку. Затем последовало избиение работавших там арабов. Итак, наступил 22-й год. 2 января жители нефтяного города Жена Азен на западе страны вышли на митинг в знак протеста против повышения цен на сжиженный газ. Город этот, как мы уже сказали, знаменит расстрелом в 2011 году, и любое политическое действие там имеет символическое значение. Что-то вроде броненосца Потемкин. 3 января протесты продолжились, несмотря на попытки местного Акима успокоить людей. На площади собралось около тысячи человек. Полиция не вмешивалась. Возмущенная толпа прогнала директора газоперерабатывающего завода Тулепова, обещавшего снизить цену на газ до 85 тенге за литр. Президент Такаев в Твиттере поручил создать комиссию и во всем разобраться. Тем временем стихийные митинги начинают возникать в Нур-Султане, Ак-Тюбе, Алма-Аты. В Ак-Тау на площади разбивается палаточный лагерь. К вечеру там 6000 человек. Требованием снижения цен начинают добавляться призывы к отставке правительства. 4 января около 1000 человек собираются в центре Алма-Аты. Для разгона демонстрантов полиция применяет слезоточивый газ и светошумовые гранаты. Такаев вводит в двух областях чрезвычайное положение. Цену на газ обещают снизить точно до 50 тенге за литр. Начинаются ограничения интернета. К концу дня отключают его полностью по всей стране. В тот же день протесты охватывают Талдык-Арган. Общий для них лозунг «Старик, уходи». Какой именно старик, уточнять уже совершенно не требуется. Самого его видели в последний раз 27 декабря в Санкт-Петербурге на неформальном саммите руководителей СНГ. И кадры, эти кадры многих заставили задуматься. С тех пор главный вопрос, повисший в воздухе, а жив ли вообще Акела? Или драка за его место уже началась, а мы наблюдаем первые акты этой драки. Проснись, Маугли! Проснись же! Акела промахнулся. Сталин уже новый вожак. На столу совета! Теперь нельзя медлить. Сейчас давайте прервемся и дадим, наконец, ответ на вопрос, какой черт дернул казахские власти повышать цену на СУГ сжиженно-углеводородный газ в два раза. Я удивлен, что до сих пор никто не объяснил по-человечески этого. И здесь вы будете смеяться, а опять во всем окажутся виноватыми коммунисты. Смотрите. Из прошлогодней статьи агентства Reuters мы узнаем, что Казахстан, оказывается, производит в два раза больше сжиженного газа, чем потребляет. А потребляет он его все больше, потому что население бедно, а автомобили переходят на более дешевый газ очень активно. По информации казахского Минэнерго, только за 2020 год количество автомобилей на газу выросло в два раза. До 312 тысяч. Так почему же? Почему же не хватает, если много производят? Казахстан не может отказаться от экспорта сжиженных углеводородных газов, так как значительная часть производимого в республике продукта принадлежит иностранным акционерам, которые ориентированы на внешние рынки. В частности, крупнейший в стране производитель СУК «Тенгиз Шевройл», принадлежащий американским «Шеврон» на 50% «Эксон Мобил» на 25%, российскому «Лукойлу» на 5% и казахстанскому «Казмунайгазу» на 20% направляет весь продукт на экспорт, в том числе «Казмунайгаз» через международного трейдера «Витоль» в рамках долгосрочного контракта. Также 280 тысяч тонн сжиженного газа в год производится под овальческой схеме из казахстанского сырья на российском Оренбургском ГПЗ в рамках совместного предприятия «Газпрома» и «Казмунайгаза», и продукция вывозится на зарубежные рынки, сообщили источники в отрасли и показали данные железнодорожной статистики. Короче, газ есть, но его нет. Не столько потому, что газ украл зять Назарбаева Кулебаев, владеющий компанией «Жейк Мунай» и сетью автозаправок. А в первую очередь потому, что весь казахский сжиженный газ, американский, и вывозится он в Европу и на другие рынки. Вы видели, какие там бешеные цены сегодня? А почему нельзя произвести больше для себя, спросит кто-нибудь? Да потому, что свое производство — это только старенький казахстанский газоперерабатывающий завод в Жан-Азене, построенный проклятыми коммунистами аж в 77-м, да Павлодарский нефтехимический завод, построенный ими же в 78-м на остановившийся на ремонт в октябре. То есть рыночек порешал. Из-за высоких цен снаружи спекулянты и иностранцы высосали весь свободный газ внутри, забив болт на предписание правительства Такаева думать о людях. Топливный ажиотаж возник в Атерао. Дефицит газа на заправочных станциях возмутил автомобилистов. Что значит нет газа? Еще и нефтяном регионе. Мы буквально сидим на газе и нефти. Это возмутительно. Еще и цены подняли. Это огромная проблема для населения. Ведь у нас большинство автовладельцев заправляются газом. Правительство должно что-нибудь предпринять. Нужен контроль и цена должна быть подъемная для потребителей. На прошлой неделе талоны требовали, а их ни на одной заправке нет. Причина топливной лихорадки – плановый ремонт на Трауском нефтеперерабатывающем заводе. Из-за остановки предприятия, говорят в Акимате, сейчас обеспечить необходимый объем нет возможности. Чтобы не допустить дефицита и, опять же, бунта, если газа не будет вообще кому же лучше, Такаев решил дать ценам полную свободу на электронных торгах. Ну, чтобы цены подросли немного, чтобы стало не так выгодно вывозить, а можно было бы наваривать и дома. Ну вот газ и рванул вслед за мировыми ценами. Темп роста розничных цен на автогаз ускорился с середины лета, и его стоимость взлетела в среднем до 113 тенге за литр к 7 декабря с 71 тенге за литр в начале июня. Рост с начала года составил 76%. По данным Рефинитив Кортес. Такое повышение обусловлено резким увеличением биржевых цен, достигших максимума в ноябре. 175 тысяч тенге за тонну или 405 долларов. Короче, Такаев сидел на пороховой бочке не с января и не с июля, а минимум год. И все он знал. Все это можно было предсказать. Чтобы догадаться об этом, не требовались способности звездочета. Вернемся к погромам. Как мирные демонстрации переросли в них? Узнать это сейчас будет очень трудно. Наверное, невозможно. Власть пообещала доказательства иностранного вторжения, и все ждут. Ждут. Какую страну назначат ответственной? Это действительно интересно, поскольку и Куба, и Китай, и США, и даже Афганистан, как мы сказали, выразили поддержку Такаеву. Остаются только запрещенные в России ИГИЛы, Аль-Каида, может быть, это они? Несомненно, то, что погромы были, и то, что какие-то вооруженные люди в погромах участвовали. И тут точно так же, как это бывало в Югославии или на Украине, начинают всплывать имена и фамилии криминальных авторитетов. Каких-то мутных личностей тут и там, вроде бывшего боксера Армана Дикого. Изучая его биографию, я совершенно неожиданно для себя выяснил, что вся уголовная субкультура на постсоветском пространстве давно уже не является чем-то тайным и секретным. Авторитеты и воры переселились в Ютуб, Инстаграм и ТикТок. Они отлично чувствуют себя там, они обмениваются там официальными заявлениями, они проводят там пресс-конференции, они выписывают малявы и приговоры. Все это переплетено с миром бойцовского спорта, все это дело видят миллионы подписчиков, награждая своих героев сотнями тысяч лайков. Вот с какой планеты Арман Дикий, задержанный после нескольких ночей протестов, то ли пытавшийся возглавить погромщиков, то ли наоборот останавливавший их. Мы потеряем нашу независимость Казахстана, сто лет мы были рабами. Если мы сейчас будем продолжать и будем бездействовать, мы еще сто лет будем рабами. Все алматинцы, кому не безразлично, надо останавливать мародеров, надо останавливать этот беспредел. Всякая молодежь, нахимиченная всякими наркотиками, пьяные, грабят, всю Алмату переграбили, все вооруженные магазины переграбили. Разве такие митинги хотим? Разве мы не хотим мирных митингов? Неужели мы не хотим диалога с нашим государством, с нашим правительством? Лично я сколько оружия забрал оттуда, сколько людей умирают, сколько людей я вытащил оттуда, те же полицейские, сколько вытащил, военных, сколько людей, кровь льется. Разве то этого мы хотим? Разве мы хотим, чтобы казахи убивали казахов? Или хотим, чтобы другие войска зашли в наш Казахстан? При этом мы пытаемся, слушаем какого-то гондона, блядь, который с Франции ходит, сука. Здесь вот столько крови проливает людской. При этом конкурирующие с народным героем персонажи того же самого мира называют его чуть ли не агентом казахских спецслужб. Однако неужели агент разграбил и разгромил штаб-квартиру КНБ своих кураторов? А вот тут он уже лидер тюркского мира и серый волк из турецкой фашистской группировки Боскурт. А вот его ноу-хау для казахских братьев Лапа Барса в довесок к волчьей голове. В общем, пора звать на помощь то ли Шерлока Холмса, то ли опять товарища Сухова, потому что очевидно одно, после крушения Советского Союза настоящая некабинетная власть в Казахстане, Кыргызстане, Узбекистане, Грузии, Украине, да и во всех других республиках, включая Россию, перешла к отрядам коллективного Абдулы. Так нет же никого в таможне! Кому платить неизвестно! Хочешь, мы заплатим золотом! Ты ведь меня знаешь, Абдула! Я мзду не беру. Мне за державу обидно. Это он, Абдула! А вовсе не чиновники или могучные президенты. Настоящий хозяин все еще недоеденной экономики. Помните, капитализм это всегда хорошо или не очень хорошо организованная преступность. Криминал и бизнес неотделимы. Это, в общем-то, синонимы. Просто где-то торгуют йогуртами, где-то наркотиками, где-то шубами, а где-то с жиженным газом. А то, что вы видите по телевизору, выборы, заседания мужчин в дорогих костюмах, это просто декорации для отвлечения внимания от настоящей картины. Вас возмущает только Назарбаев и его родственники, дворцы, бриллианты. Да это всего лишь интерфейс, это внешняя сторона. Вокруг вас сотни и тысячи Назарбаевых, Кулебаевых или Арманов Диких. Несколько членов его семьи и бывших соратников Назарбаева входят в число самых богатых людей Казахстана, по данным журнала Forbes. Динара Кулебаева, вторая дочь Назарбаева и ее муж Тимур Кулебаев являются основными акционерами Народного банка, крупнейшего банка Казахстана по размеру активов. Рыночная стоимость их доли составляет около 2,8 миллиарда долларов. Кайрат Баранбаев, тесть покойного внука Назарбаева Айсултана, имеет интересы в коммерческой недвижимости, владеет франшизой Макдональдс в Казахстане и Белоруссии, а также имеет интересы во многих других секторах. Булат Утимуратов, бывший помощник Назарбаева, имеет интересы в секторе недвижимости, банковского дела и телекоммуникаций. По данным Forbes, он владеет долями в глобальном сырьевом гиганте Гленкор и филиале британской школы Хелли Берри в Казахстане. Старшая дочь Назарбаева Дарига и ее сын Нурали Алиев, не указанные в списке Forbes, владеют портфелем недвижимости в Великобритании, стоимость которого газета The Times оценивает в 140 миллионов фунтов стерлингов. Включая дом на Бейкер-стрит, известный как место проживания Шерлока Холмса, вымышленного персонажа книг Артура Конан-Дойля. Как вы понимаете, это не весь список. С другой дочерью Назарбаева Алией казахстанские СМИ связывают компанию «Оператор Роб», которая с 2015 года администрирует утилизационный сбор за реализуемые в стране автомобили, автокомпоненты и товары в упаковке и распоряжается полученными средствами. Назарбаева-младшая была первым учредителем оператора. На начало 2020 года компания, которая не публикует отчетность, получила 220 миллиардов тенге сборов, около 500 миллионов долларов. 11 января Такаев поручил правительству прекратить утилизационный сбор операторам РОП. Этим должна заниматься государственная организация, подчеркнул он. Младшая дочь Елбасы замужем за гендиректором национального оператора магистральных трубопроводов Казахстана Кастрансойл Димашем Досановым. На прошлой неделе британская газета The Telegraph писала, что Алия купила в Лондоне дом стоимостью более 10 миллионов долларов. И это никакой не секрет. Это знают все. Настолько знают, что даже президент Кыргызстана однажды высказался на эту тему публично. Правда, потом его свергли. Окружение президента Назарбаева – это олигархи, казахские миллиардиеры, которые думают не про Казахстан и не про Назарбаева, а о своем будущем. Потому что их счета миллиардные все в западных банках, которые контролируются, конечно же, через валютную систему США. И у них сейчас одна задача, чтобы так-то угодить. И когда будет смена власти в Казахстане, с ними не поступили, как семей Каримова. Так что для народного гнева, конечно же, было достаточно топлива. И топливом этим был не только газ. К примеру, в разных городах люди крушили банкоматы и бунки Каспий-банка, созданного миллиардером Кимом. Вот как это описывает корреспондент Комсомолки. Удобная штука, говорит Азад. Это и банк, и магазин. Представь, что в приложении Сбербанка появится кнопка «Купить». Нажимаешь, и у тебя перед глазами все – машины, телефоны, телевизоры. Все, вплоть до трусов. Мы тут все в рабстве у Каспия под 20% годовых. Поэтому в первую очередь разнесли банкоматы и отделения этого банка. Я этих идиотов не оправдываю, но понять могу. Да какие тут оправдания? Мародер есть мародер. Морщусь. Согласен, кивнул Кайрат. Только вот банком владеют Назарбаевские. И в народе говорят так. Сначала ограбили страну, а потом еще в долги загнали. Сидят на Канарских островах и по телефону проценты с народа стригут. Разве это лучше твоего мародерства? Как это назвать? Боюсь, это капитализм. Вздыхаю. Когда дым развеется, а войска ОДКБ соберутся в обратную дорогу, это, наверное, самая скоростная миротворческая миссия в истории, младшая дочь Назарбаева обратится к народу через Фейсбук, но потом удалит свой аккаунт. При попытке зайти на ее страницы в Инстаграм и Фейсбук пользователи теперь видят сообщения. Возможно, владелец удалил контент или ограничил доступ к нему. И, возможно, вы воспользовались недействительной ссылкой или страница была удалена. Это произошло вскоре после того, как Алия, первый из членов своей семьи, прокомментировала массовые беспорядки в Казахстане. Однако пользователи обратили внимание, что Инстаграм автоматически определил ее геолокацию как «Арабские Эмираты». Аккаунт Назарбаевой в социальных сетях компании «Мета» был верифицирован. Это означает, что страница действительно принадлежала ей. Ранее издание «The Sunday Telegraph» сообщило, Алия Назарбаева вывела из Казахстана 300 миллионов долларов, купив на них в 2006 году недвижимость в Лондоне, Дубае и частный самолет. Означает ли это, что транзит начался, а что, подобранный лично Назарбаевым президент Такаев, как пишут некоторые политологи, решил освободиться от опеки и чуть ли не поиграть в среднеазиатского альенда, заставить олигархов делиться. Ключевыми выгодоприобретателями экономического роста стали финансово-олигархические группы. Сложившиеся олигополии серьезно ограничили развитие свободного рынка и снизили конкурентоспособность страны. Сложившаяся система ориентирована главным образом на обслуживание крупных структур по принципу «друзьям все, остальным по закону». В связи с введением чрезвычайного положения высок риск вывода капитала отдельных финансово-промышленных групп за рубеж, в том числе путем заключения фиктивных сделок. Будем строить спортивные объекты для детей в городах, районах, поселках, селах. Окажем содействие способным детям. Поддержим культуру. Поможем Алма-Ате оправиться от страшной трагедии. Вместе мы преодолеем все трудности. Вместе мы построим новый Казахстан. Кто-то спешит объявить протесты победой народа. Ведь снижена цена на газ, отправлена в отставку правительство, обещано повышение зарплат. Получается, так и надо было? Сомнительно как-то. Уже потому, что в этом случае утонченному дипломату Такаеву придется иметь дело не только с богатыми членами клана Назарбаева, но с гигантскими транснациональными корпорациями и целыми государствами, в зубах у которых страна, по сути, оказалась. Совершенно точно одно. Кризис не закончился 11 января. Народное негодование никуда не делось. Но помимо него, любому руководителю страны придется учитывать конкуренцию между голодными кланами внутри Казахстана и конкуренцию между империалистическими государствами за влияние в регионе снаружи. А здесь ставки ничуть не ниже, чем на рынке автомобильного топлива. Турецкий президент Эрдоган в телефонном разговоре с президентом Такаевым выразил полную солидарность с Казахстаном. Как председатель организации тюркских государств он также провел отдельные переговоры с Ильхамом Алиевым, Садыром Жапаровым и Шавкатом Мерзиёевым. Эрдоган подчеркнул, что Турция внимательно следит за событиями в братском Казахстане. Выразил соболезнования родственникам погибших и всем пострадавшим. К вопросу о противоборстве держав. 22 декабря Казахстан подписал новое соглашение о военном сотрудничестве с Россией. В то же время Нур-Султан и Вашингтон готовят к подписанию новый пятилетний план военного взаимодействия с 2023 по 2027 годы. 20 октября Казахстан подписал программу участия в совместных миротворческих операциях и учениях с Италией, страной входящей в НАТО. А в конце ноября был заключен контракт с Турцией, еще одним членом НАТО, на поставку Казахстану наступательных дронов Анка. Отдельный вопрос, что означает обвинение в государственной измене, предъявленное руководителю КНБ Кариму Масимову. Дело в том, что Масимов этнический уйгур, человек, хорошо владеющий китайским языком и учившийся в Китае. Карьера Масимова до госслужбы не менее важна, поскольку в начале 90-х, как специалист по Китаю, он представлял коммерческие интересы Казахстана в Пекине и Гонконге. По некоторым данным, он участвовал в переправке денег из Гонконга Назарбаеву, одному из богатейших людей страны. То есть Масимов считался чиновником гораздо более близким к Назарбаеву, чем сам Такаев. Два премьерских срока, руководство президентской администрации и пост в спецслужбах с 16-го года. Однако первые слова об измене Масимова, еще до ареста Масимова, были произнесены бывшим советником Назарбаева, которого в народе называют президентским соловьем. Заговорщики, организовавшие беспорядки в Казахстане, хотели добиться отстранения от власти президента Касыма Жамарта Такаева, заявил гостелеканал Ухабар-24 Ермухамед Ертызбаев, политолог, бывший советник первого президента республики Нурсултана Назарбаева. «Я обладаю эксклюзивной информацией, что, например, за 40 минут до нападения на аэропорт Алматы была дана команда полностью убрать оцепление и охрану», — отметил Ертызбаев. «Все виновные будут наказаны. Это, по существу, государственная измена», — подчеркнул он. Но тогда кому и с какой целью измена? Или это Такаев изменил Назарбаеву, перестал называть столицу Нурсултаном, хотя сам же ее и переименовал, отправил его в отставку с поста председателя Совбеза и начал таки избавляться от его людей, назначил главным силовиком своего охранника вместо Масимова, человека Назарбаева. Но почему тогда представитель Назарбаева пишет в Твиттере, что тот по-прежнему в столице и даже проводит с кем-то переговоры по телефону? Черт ногу сломит! Ничего не понимаю! Акижан Кожигельдин, бывший премьер Казахстана, а сегодня представитель оппозиции в изгнании, заявил агентству «Аксиос», что протесты были организованы семьей Назарбаева из опасений, что контроль ускользает от нее. Протесты должны были стать прикрытием для переворота с целью вернуть Назарбаева в президентское кресло и выбрать другого наследника. Примечание издания. Версию невозможно проверить. А теперь надо еще раз вспомнить, может быть, о самом важном и почти незаметном пока участнике событий в Казахстане. Китайский лидер говорил с Такаевом ровно за сутки до начала протестов, выражал поддержку и поздравлял с 30-летием независимости. Казахстан для Пекина – это не только 1700 километров совместной границы, но и множество других жизненно важных вопросов. Уйгурская проблема и близость Синцзяна. Казахстан участвует в проекте «Один пояс, один путь». С 2005 года, по данным посольства, Китай вложил в Казахстан 19,2 миллиарда долларов. К 2023 году заработают 56 проектов, поддержанных Китаем. Их общая стоимость – 24,5 миллиарда. В 2013 году Си договорился о покупке китайской национальной нефтяной компании 8% гигантского месторождения «Кашаган» за 5 миллиардов долларов. Китай – главное направление для казахского экспорта и второй по значимости торговый партнер. В 2021 году китайская железнодорожная компания отправила через Казахстан в Европу 15 тысяч контейнеров. Китайский АЭС зависит от поставок казахского урана. Хотя, как выяснилось на днях, КНР накопила этого сырья на 11 лет вперед. Через Казахстан проходит газопровод в Китай. Впрочем, и тут все продумано. Есть страховочная труба из России и основная из Туркменистана. Близкая к государству газета Global Times выразила отношение китайских товарищей к произошедшему. Учитывая важность Казахстана для китайского проекта «Один пояс, один путь» и для импорта энергоносителей, стабильность в этой среднеазиатской стране представляет исключительное значение. Китай должен не просто предложить Казахстану поддержку для наведения порядка, но активно координировать мероприятия в сфере безопасности с соседями Казахстана. Важно не позволить внешним силам распространять нестабильность в регионе. Видимо, так и созревало решение о вводе контингента ОДКБ, подкрепленное готовностью Китая воспользоваться ресурсами ШОС, Шанхайской организации сотрудничества. Нужно заметить, Китай принципиально не отправляет свои собственные войска за границу со времен Вьетнамской войны. Чтобы понять, какое будущее ждет Казахстан и всю Среднюю Азию, сопоставьте еще раз две цифры. США вложили в эту страну 45 миллиардов долларов, Китай – около 30. Ни одна американская, ни одна китайская компания не объявила о желании покинуть Казахстан. Есть, впрочем, еще одна неожиданная деталь. Самым главным иностранным партнером Казахстана является маленькая Голландия. Голландские вложения в Казахстан составили 90 миллиардов долларов. Но если вы слышали выражение «голландский сэндвич» о способе ухода от налогов через голландскую юрисдикцию, то вас это не должно удивить. Итак, Китай, США и Голландия, то есть местные олигархи. Вот кто будет решать судьбу Казахстана. Договор об аренде месторождения «Тенгиз», главного плательщика в бюджет страны, истекает у компании «Шеврон Тексика» в 2033 году, то есть совсем скоро. Первым и самым часто звучавшим заявлением Такаева было «Иностранные инвесторы не пострадают». В переводе на русский язык «все останется по-прежнему». Иностранные инвесторы и местные кланы продолжат выяснять отношения между собой, а чубы будут по-прежнему трещать у холопов. До тех пор, пока холопы не начнут умнеть. «Принципиально ничего не изменится, но будет хуже». Ну что же, пора уже делать какие-то выводы. Что показали казахские протесты? Что энергия масс, пробужденная экономическим кризисом, найдет себе дорогу, наплевав на любые комбинации спецслужб. Результат может быть непредсказуемым и кровавым для всех, но нет в природе силы, способной остановить разъяренных людей. Не только в Казахстане. Что любая мещанская стабильность лжива. Сегодня у тебя островок личного благополучия, сериальчик, любимая компьютерная игрушка, ипотека и зарплата, а завтра пылающая машина на улицах. Не только в Казахстане. Что интернет не всесилен и легко выключается, как выключаются электричество и тепло. Это моментально ощутили на себе криптовалютчики, сбежавшие в Казахстан из Китая. Ты не купишь хлеб на биткоин. Не только в Казахстане. Что никакие схемы транзита власти ничего не гарантируют. Ни тебе, ни родственникам. Ни погоны, ни федерация бокса или каратэ, ни благотворительный фонд или розданный инвалидам подачки. В джунглях правит закон конкуренции. Не только в Казахстане. Что любого политика настигает старость, и системы, завязанные на единственное лицо, могут стоять долго, но потом всегда рушатся мгновенно и внезапно. А системы, основанные на популярной в народе партии, имеют шанс устоять. Не только в Казахстане. Что протесты рабочих, без должной организации, без руководства и без идеи, без создания советов и мер безопасности, легкая добыча для бандитов, провокаторов и спецслужб. Не только в Казахстане. Что называть любую движуху революции, и выбегать с плакатами «нет в воду войск», как это сделали желторотые российские троцкисты, как минимум, неосмотрительно. Можно в очередной раз опозориться. Что поражение рабочих, как правило, означает победу капитала и националистов. Неминуемые реванш и расправы. Не только в Казахстане. Что капитал, если посмотреть шире, толкает народы к войне, и просыпаться все равно придется. Не только Казахстану. Что пробуждение это не случится внезапно и само. Что оно требует долгой, агитационной, пропагандистской работы, терпеливого, подробного и наглядного разъяснения. Не только в Казахстане. Что работа эта требует спокойствия и рассудительности, а еще внутренней уверенности в том, что большевики будут виноваты не всегда. И красный флаг еще будет поднят над восставшими. Не только в Казахстане. Мы заберем у богатых все, что они нажили нечестно, эксплуатируя народ. И вместе со всеми заставим их трудиться. И в новом обществе не будет ни богатых, ни бедных. Я вас перебью. А вы что думаете, богатые так просто отдадут вам все свое добро? И отдадут? Так отберем! Это была агитация и пропаганда. Скоро увидимся. Мир вашему дому.